Надзорные ведомства Иркутской области, похоже, объявили войну нелегальному майнингу. Ведь подпольные фермы добывают цифровую валюту за счет бытовых сетей, которые не рассчитаны на такие мощности, что чревато авариями и пожарами. Поэтому сейчас совместные рейды проводят сотрудники прокуратуры, МВД, МЧС, Роспотребнадзора, Жилнадзора и Энергетики. В жилых домах поводом для проверки становятся жалобы соседей на постоянный гул и перебои со светом. Так в Братске выяснилось, что два председателя ТСЖ размещали фермы на чердаках многоквартирных домов. Но грешат нелегальным бизнесом не только физические лица. Например, в Байкальске, Черемхове и Усть-Ордынском майнеры обустроились прямо на местных тепло- и электрокотельных. А в Шелихове оборудование для добычи цифровых денег нашли в здании муниципального предприятия. Вредят майнеры не только бытовым сетям и жителям, но и государству, ведь они не платят налоги со своего дохода. С начала года выявленные майнеры задекларировали свой доход на 3,5 миллиона рублей. А энергетики направили в суд больше 400 исков о взыскании из криптодобытчиков оплаты по повышенному тарифу. По материалам прокуроров, к административной ответственности привлечены и оштрафованы на сумму свыше 300 тысяч рублей майнинговые организации и их руководители. В результате принятых прокуратурой мер демонтировано и вывезено свыше 9 тысяч единиц майнингового оборудования, чем пресечен риск возникновения аварийных ситуаций.